Начать сегодня я хочу с того, что, судя по всему, по поступающей сейчас информации, готовится какой-то большой обмен заключенными, слышь, заложниками. В частности, судя по всему, Германия вернет в Россию Вадима Красикова, человека-убийцу-террориста, который застрелил на улицах Берлина одного из чеченских оппозиционеров. И его, судя по всему, собираются обменять на многочисленных российских оппозиционеров. Например, на известного оппозиционера Илья Яшин, его вроде бы менять собираются, а также на американских и немецких заложников, захваченных Путиным и Лукашенко. Я тут хочу сказать, почему откуда такая информация появилась. Из-за того, что очень много сейчас российских оппозиционеров, а также вот тех самых иностранцев, которые сидят по российским и белорусским тюрьмам, они куда-то исчезли, их куда-то везут. Многие сейчас предполагают, что их везут в Москву, а из Москвы уже на самолете отправят в ту страну, где будет производиться обмен. Красиков, Вадим, для Владимира Путина очень-очень важен, поскольку этот человек занимался, собственно, убийствами в Европе. И считалось, что Германия никогда и ни за что его ни на кого не обменяет. Были, правда, данные о том, что его собираются поменять на Алексея Навального, но Навального Владимир Путин в тюрьме убил, поэтому, собственно, тот обмен так и не состоялся. Вот сейчас очень много людей собирают и в Белоруссии, и в России, вроде бы, менять будут на этого Красикова. Почему он так важен Красикова? Да потому что он, будучи уголовным, по сути дела, преступником, террористом, символизирует способность России заниматься убийствами в других странах. То есть, если его сейчас обменяют, то это будет очень плохим прецедентом. Эта ситуация будет означать, что наемным убийцам, диверсантам в странах Запада, в первую очередь, вообще ничего не грозит. Потому что, если их поймают, то Владимир Путин наловит, нахватает западных граждан, журналистов, обычных людей, неких немцев, американцев, итальянцев, французов, и обменяет всех этих людей на убийцу и диверсанта, на убийцу диверсантов в будущем. То есть, мне кажется, что Запад, отдавая Красикова, сейчас подписывается на то, что убийств и диверсий в западных странах станет намного больше в исполнении заброшенных российских диверсантов и убийцами. То есть, на самом деле, эта новость, она с одной стороны вроде хорошая, то, что многие люди вернутся, ни в чем не повинны, вернутся к свободной жизни, вернутся домой к себе. Но, с другой стороны, я боюсь, что это откроет настоящий портал в ад. То есть, это даст потенциальным исполнителям всяких мокрых дел, заказов в Европе, сигнал о том, что, смотрите, можете делать что угодно, Владимир Путин вас все равно освободит, достанет, вытащит, и вам бояться нечего. Это, мне кажется, не самое хорошее новое. Ну, посмотрим. Может быть, на самом деле, официальному подтверждению информации о том, что готовится такой обмен, пока нет. Это пока только домыслы, но посмотрим. Может быть, эти домыслы реализуются. Я тогда буду не слишком счастлив, честно вам скажу. Мне кажется, это откроет действительно очень большую дорогу к огромным приятностям для Европы. Европейцы, возможно, даже не очень понимают, на что они идут. Ну, и давайте к военным новостям. Несколько слов про дроны хочу сказать, про их результативность. Вот такая новость, которая была не очень сильно замечена, раскручена, но, тем не менее, мне кажется, заслуживает внимания. В Калужской области на неделю разбился вертолет российской армии Ми-28. Этот вертолет использовался для уничтожения украинских дальнобойных дронов, которые атаковали самые разные объекты. Я продолжаю атаковывать объекты на территории России. Судя по всему, этот вертолет Ми-28 попал под огонь своего же ПВО. Есть другая альтернативная версия, что его сбил украинский дрон, но я, честно говоря, считаю это не очень вероятно, потому что вероятность того, что дрон попадет в вертолет, она очень-очень небольшая. А вот то, что его сбили свои же ПВОшники, я в это охотно верю, просто из-за того, что таких ситуаций было очень много. И когда российское ПВО начинает стрелять, то, как говорится, умри все живое, в воздухе лучше не быть никому, в том числе даже российским летчикам. Но тут прикол в том, что помимо вертолета был уничтожен какой-то очень крутой экипаж, потому что весь Z-телеграм-канал, все Z-телеграм-каналы просто плакали, слезы лили по поводу того, что были там ликвидированы какие-то суперопытные, суперкрутые пилоты, летчики и вертолетчики в этом самом вертолете, и что это огромная потеря для России. То есть, к чему я это говорю? К тому, что, ну не знаю, сколько эти вертолетчики сумели сбить дронов. Ну, штук 10, может 15, может быть даже 50, не знаю. Но даже тысяча дронов, если бы у них получилось сбить, они все равно дешевле, чем один этот вертолет с экипажем. То есть, эти дроны дальнобойные, которые запускаются по целям в Российской Федерации, даже если они не долетели до этого, предположим, что эти дроны были призваны разбомбить какой-то аэродром, да, где-нибудь или какую-нибудь нефтебазу. Даже если они не долетели туда, вот этот инцидент с вертолетом, когда вертолет сбили сами россияне свой, судя по всему, он окупил затраты на эти дроны многократно. То есть, это очень-очень хорошая, очень крутая история. Кроме того, в результате удара, нанесенного дронами, тоже на этой неделе, на крайнем севере в России, в Мурманской области, на аэродроме Оленья, был сожжен сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Это последняя модификация этого бомбардировщика. Эти бомбардировщики часто используются для обстрела украинских городов. И, знаете, такой самолет стоит тоже несколько десятков миллионов долларов. И его уничтожение, это, конечно, большой успех украинских дроноводов. И, знаете, я так понимаю, что, опять же, многократно окупились затраты на изготовление и запуск этих самых дронов. Кстати, в российских телеграм-каналах, я уже видел, авторы этих каналов требуют провести репрессии против тех людей, которые живут около аэродромов российских военных. Всех, говорят, надо проверить на наличие родственников в Украине. Всех надо проверить на то, не являются ли они тайными поклонниками Навального и так далее, и так далее. То есть собираются уже сейчас прошрастить всех жителей, всех россиян, которые живут неподалеку от военных аэродромов. В принципе, пускай занимаются, будет хоть какая-то им деятельность. Но, несмотря на вот эти успехи, есть, конечно, и проблемы, серьезная проблема. В последние дни на линии фронта на Донбассе складывается довольно сложная ситуация. Прямо на нескольких направлениях россияне идут упорно вперед, не большими какими-то шагами, там по несколько сотен метров в день, но все равно продвижение есть. Украинские войска отступают, теряют позиции. Но, к сожалению, на мой взгляд, этого сейчас избежать полностью невозможно, поскольку Российская Федерация, как я многократно уже говорил, очень мощно вложилась в 2024 год. То есть гигантское количество ресурсов направлено на то, чтобы добиться как можно большего эффекта и продвижения на фронте именно в 2024 году. Остановить это наступление, как мне кажется, возможно только постоянным изматыванием противника. То есть украинская армия должна убивать как можно больше врагов, отступать чуть-чуть, убивать опять, отступать на подготовленные позиции. Но для этого нужны, собственно, подготовленные позиции. Нужно, чтобы позиции были подготовлены, то есть нужны укрепления. Я не знаю, строится ли сейчас укрепление там, но я думаю, что, наверное, да. И я надеюсь, что да. Дело в чем? Отступать, скорее всего, украинская армия будет еще несколько месяцев. Я, конечно, не хочу как-то каркать, да, и там говорят плохие новости какие-то, но я предполагаю, что это отступление будет продолжаться еще некоторое время. Поэтому, на мой взгляд, укрепления нужны даже в тылу, в среднем тылу, в глубоком тылу, в десятках километрах от линии фронта, потому что не исключено, что линия фронта туда докатится. Отступать, как говорю, придется, потому что Россия действительно очень мощно выложилась. Там идут гигантские потоки техники и людей на фронт, чтобы этот фронт сдвинуть хотя бы немного на запад. Но для Украины, в свою очередь, самое главное сейчас, конечно, сохранить армию, боеспособность армии, чтобы остались войска подготовленные, боеспособные для контрудара, когда такая возможность появится, а я думаю, она появится уже в следующем году, практически неизбежно. Хотя, надо, знаете, что отметить то, что украинские войска сейчас отступают не везде, далеко не везде. 79-я бригада, например, воздушный десант, десантно-штурмовая она правильно называется, она держит угледар, окрестности угледара, сейчас очень круто отбивается. И вот на неделе, есть даже широкое распространение в Телеграме, в интернете вообще получил видеоролик, где бойцы 79-й бригады сожгли просто огромное количество российской бронетехники, там десятки танков, БМП, БТРов и чего-то еще, каких-то мотоциклов и всякой разной другой фигни, на которой сейчас россияне атакуют. Почему? Потому что у них бронетехники нормально не хватает. Сотни российских солдат там были перебиты, и в этой операции, очень активная, оборонительная операция, 79-я бригада использовала дроны, и там, кстати, было использовано несколько дронов, на которые мы с вами скидывались. Я знаю точно, что там сейчас используются ночные дроны украинского производства, на которые мы с вами скидывались. Но мавики и наблюдательные дроны, разведывательные дроны использовались другие. Те, на которые мы собирали давным-давно, они уже давным-давно, опять же, закончились. После вот этих яростных сражений в районе Угледара, в Михайловке, дронов у 79-й бригады стало гораздо меньше. Я предлагаю вот сейчас нам всем собрать на пополнение дронового парка, скинуться. Ребята эти реально заслужили нашу поддержку, они как скала просто стоят на угледарском направлении и очень-очень результативно действуют. Прям потери у россиян на этом участке 79-й бригады огромные. Никак не могут россияне их сдвинуть с места, поэтому, я думаю, очень нужно помочь им сейчас восполнить запас дронов. Если у них будет больше дронов, то Россия никогда не захватит Угледар. Вот, собственно, так просто. На этот раз, кстати, собираем без затей, не на какие-то хитрые, сложные, непонятные дроны с дальнобойной или что-нибудь такое. Нет, собираем на самые простые мавики, которые и для разведки используются, и для сбросов. Такие рабочие лошадки современной украинской армии, которые всегда и везде очень нужны. И я думаю, давайте соберем сразу много им туда отправим, чтобы у них не было нужды в этих дронах в ближайшие несколько месяцев. Как обычно, все реквизиты будут в описании к этому ролику внизу. Там монобанка, номер на монобанке и так далее. Ну вот, смотрите. Сейчас Российская Федерация давит. Давит на многих направлениях. Где-то у нее получается, где-то не очень, но много где, к сожалению, получается. Однако совершить мощный прорыв, охват и окружение украинской армии, российские войска пока не в состоянии. Может быть, будут в состоянии, кто его знает, потому что я говорю, очень много ресурсов они туда забрасывают сейчас. Но пока не в состоянии. И, вы знаете, тратят они очень много своих людей на это наступление. Действительно, потери у российской армии довольно большие. И, как я сказал, главный шанс Украины сейчас остановить это наступление, это изматывание противника, постоянное изматывание, потому что у россиян, как известно, войска тоже не бесконечное. И тут я что хочу отметить. По сумме данных из разных источников, из разных российских каналов, можно сделать вывод, что российская армия действительно сейчас начинает потихонечку испытывать нехватку людей, дефицит людей. И чем дальше, тем этот дефицит становится сильнее. Почему? Во-первых, уже сейчас российское правительство платит по 25 тысяч долларов за вступление в ряды вооруженных сил России. То есть, каждому новому наемнику дают сразу в зубы 25 тысяч баксов. Это интересно. Почему? Потому что в Соединенных Штатах Америки обычно каждому новобранцу дают от 15 до 20 тысяч долларов подъемных. То есть, сейчас в России платят даже больше, чем в Америке, представьте себе. Это связано, естественно, с тем, что желающих не так много. Более того, сейчас вводится программа «Приведи друга и получи там тысячу долларов наличными» в российских военкоматах. То есть, любыми способами хотят набрать людей. Все поверхности сейчас забиты в России рекламой службы в армии по контракту и так далее. Завозят наемников из Азии, из Африки. Уже какие-то суперэкзотические ребята там появляются. Украинские дроноводы неоднократно показывали видео того, как какие-то прям очень загорелые ребята там с российской стороны воюют. Но, несмотря на это все, все равно людей, россиянам становится все меньше и меньше. То есть, не хватает. Причина очень простая. Дело в том, что в России людей, конечно, много, но все же намного меньше, чем принято считать. Особенно вот это поколение 90-х годов, которое сейчас как бы считается основное, несет на себя, в основном воюет, оно маленькое. Потому что в 90-е годы люди рожали очень мало. И из-за огромных потерь вот эти вот люди 90-х годов заканчиваются, поскольку командование российское умеет воевать, только забрасывая противника мясом. Это, в общем, ни для кого особо не секрет. Но сейчас это становится особенно актуально. Других способов воевать российское командование просто не знают. Точнее, знают. Помните, там был артиллерийский огневой вал. Но огневой вал сейчас уже делать у них не получается из-за того, что не хватает артиллерийских снарядов. Поэтому вместо огневого вала получается мясной вал. Забрасывают украинские позиции кабами и фабами. Это правда. Очень активно работает российская авиация. Но это не всегда помогает, потому что кабы и фабы не настолько точны, насколько хотелось бы российскому командованию. Вот в ответ Украина активно применяет разведку и дроны. Сегодня с Покровского направления пришел интересный такой видеоролик. Там несколько десятков российских солдат идут, плотные довольно шеренги. Видимо, это какие-то новобранцы шли плотной шеренгой вдоль посадки, лесопосадки. И по ним в этот момент начали работать украинские дроны, кассетные боеприпасы. Итог. Практически все вот эти несколько десятков российских солдат убиты или ранены. Выкрасили их всех просто в течение нескольких минут. Вот так российское командование использует своих людей сейчас. Еще одна история. Два дня назад случилось. 27 июля вооруженные силы Украины нанесли удар. Это российский источник, кстати, пишет. Нанесли удар по тыловому военному полигону, где располагались военнослужащие 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии вооруженных сил России. Это город Екатеринбург. Солдаты и офицеры российские проводили построение перед отправкой на фронт на подкрепление передовых позиций 228-го полка в районе населенного пункта Очеретино. Вот они стояли, выстроились там, значит, на торжественное построение. И в этот момент по ним был нанесен удар с применением баллистической ракеты типа «Атакмс». Расстояние, кстати, от линии фронта в этот момент до этого полигона было 110 километров. То есть очень дальнобойные ракеты пульнули. Ну и результатом просто кровавая каша на этом полигоне. И на вчера была статистика такая. 19 человек убиты на месте были. 71 раненых в тяжелом положении доставлены в госпитале. Легких раненых там даже никто не считал. Но вот из этих 71 человека, скорее всего, многие тоже погибнут от ран. Потому что вылечить их будет довольно сложно. Кассетные боеголовки, в общем-то, специально сделаны таким образом, чтобы после их удара никто не выживал. И таких историй довольно много, на самом деле. Вот видите, буквально за два дня в России две такие истории. Не умеет российское командование беречь своих людей. И из-за этого потери все больше и больше. Из-за маслости потерь. Из-за того, что они наступают, наступают, наступают. Без всяких там, без поддержки бронетехники, артиллерии и так далее. Всего этого в российской армии совсем мало сейчас осталось. И приняли там закон, который фактически регламентирует создание штрафных батальонов. Суть закона, конечно, там это так и не называется. Но суть закона такая. За телефоны, за тех людей, у кого найдут телефон на линии фронта, они отправляются на Гауптвахту. А из Гауптвахты в штурмовой отряд Шторм-Зет, где собирают обычно заключенных. То есть, по сути дела, любого российского солдата или офицера можно сейчас отправить в этот самый Шторм-Зет. В эти отряды. А в этих отрядах человек живет буквально одну атаку. Потому что этих людей бросают на... просто как на убой. Телефоны в российской армии есть у всех, поэтому и в Шторм-Зет можно тоже всех запихать, по сути дела. То есть, по сути, создаются сейчас там вот эти... Не заградотряды, а штрафные батальоны. И за которыми стоят заградотряды. Соответственно, вот только так и могут наступать. Путин дает команду вперед-вперед-вперед. Движение не должно останавливаться ни на минуту. Поэтому, собственно, на такие радикальные меры российское командование сейчас идет. И еще одна тенденция, получившая быстрое развитие в России, тоже интересная. Идет... там запустили формирование штурмовых отрядов. Все пехота, которая нацелена на захват вражеских позиций. Вот эти штурмовые отряды делают из людей, которые абсолютно на другое в армию шли. Что имеется в виду? Сейчас, точнее, сначала в штурмовую пехоту массово отправляли танкистов, которые остались без танков. Из-за того, что потери в бронетехнике огромные. Танков мало, осталось нормальных. Да и ненормальных тоже немного. Поэтому танкистов списывают, так сказать, с кораблей на сушу и дают в руки автоматы и вперед их гонят в атаку. Потом такие же стали делать отряды из артиллеристов и минометчиков. Сказали, вот у вас минометов нет, пушки у вас старые, стволы у этих пушек не работают, поэтому сейчас вы пойдете в атаку, будучи штурмовиками. Ну а сейчас, вот буквально вчера я прочитал, уже до смешного доходит. Начинают снимать матросов с военных кораблей Тихоокеанского флота, Балтийского флота и Северного флота. Заставляют этих матросов подписать контракт и отправляют их в морскую пехоту, то есть опять же в те же самые штурмовики. То есть матрос, это как это было, была шутка про подводную лодку в степях Украины, до которой теперь уже не шутка. Сейчас морская пехота Тихоокеанского флота в степях Украины или какого-нибудь там Балтийского флота. То есть вот настолько не хватает людей, что говорят, ладно, корабли пускай там стоят, где они стоят, корабли не нужны, нужны штурмовики. Ну и сегодня читаю этот канал, пишут, это трындец, это цитата, под лозунгом, лишь бы не вторая волна мобилизации, разные рода войск выгребают контрактный личный состав для пополнения или формирования новых подразделений, даже частей. На флоте, как только могут, переводят контрактников в бригады морской пехоты, вплоть до превращения комендантского взвода в штурмовое. То есть на флоте загребают вообще любых людей, которые согласны, даже не очень согласны, идти воевать. Но это еще не все. В России, внимание, появился мотострелковый полк военно-космических сил. Есть такой известный достаточно российский Z-блогер, Fighter Bomber, он пишет, «Люди, набранные по аэродромам, тут есть и инженерно-технический состав, и летно-подъемный состав, и летный состав даже присутствует, вооруженники, радисты, механики, двигателисты и тормозники, сержанты, прапорщики, офицеры, вроде даже один штурман есть». То есть, смотрите, до чего доходит. Настолько не хватает им сейчас людей в эти штурмовые подразделения, что уже летчиков переводят в пехоту и бросают вперед на украинские укрепления. Когда я говорю, соответственно, что в 2024 году Российская Федерация решила пустить в ход абсолютно все свои силы, все свои ресурсы, все свои резервы, я не преувеличиваю. Понимаете, когда летчикам дают автомат зубы и гонят их вперед на вражеские окопы, это уже примерно то же самое, что забивать гвозди микроскопом. И в России сейчас именно это происходит. Почему так? Почему это происходит сейчас? Да потому что Владимир Путин действительно очень не хочет проводить вторую волну мобилизации, которая могла бы решить проблему с личным составом. Он уверен, что сейчас вот таким диким напряжением сил, не обращая внимания на потери, он все же добьется того, чего хочет в нынешнем году. То есть он продвинется так далеко, Российская Федерация продвинется так далеко, захватит так много территорий и населенных пунктов, что он, Путин, сможет, получит возможность диктовать Украине свои условия сдачи, по сути дела, капитуляции. То есть он сможет потребовать от Украины полной капитуляции. Поэтому, собственно, сейчас в пехоту кидают не только летчиков, моряков, я уже молчу там про минометчиков и танкистов. Но и вообще, это интересно, я такого еще не видел, откровенно больных людей. То есть там, смотрите, в 132-й мотострелковой бригаде вооруженных сил России сформирован штурмовой отряд из людей, больных гепатитом, спидом и туберкулезом. То есть это вообще уже, даже не знаю, как это назвать, то есть в больницах, что ли, набрали людей и их вперед гонят на украинские укрепления. То есть все, абсолютно все кидается в гранила войны, кроме, конечно, внутренних войск, потому что внутренние войска нужны для защиты режима в Российской Федерации от собственного, как говорится, народа. И кроме чеченских подразделений, потому что они, кадыровцы, считаются личной гвардией, по сути, Владимира Путина, тоже ими никто рисковать не будет. Ну и это действительно правда, Путин очень не хочет проводить вторую волну мобилизации, потому что такая волна мобилизации может действительно обнулить его популярность, поскольку все те, кто готов был воевать, уже давно ушли на войну и придется сейчас ловить тех, кто воевать не готов. Это может привести к серьезному недовольству людей, потому что даже первая волна мобилизации, которая проводилась в гораздо более щадящих условиях, она была супер непопулярна. То есть она вызвала прям бешенство даже у сторонников Владимира Путина, потому что он обещал им всем, что война вас не тронет. И когда война их тронула, многие испытали недовольство. Ну и, конечно, вызовет обязательно новую волну массового бегства россиян за границу, как было и в первый раз, когда миллион человек уехал. Сейчас, может, даже больше уедет. А для российской экономики отъезд большого количества работников, сотрудников – это просто смертный приговор. Поэтому единственный выход сейчас для Владимира Путина – это добиться как можно большего, как можно более серьезного продвижения на всех фронтах в текущем году. С помощью бесконечного напряжения всех-всех-всех сил и усилий. Ну а потом, добившись какого-то продвижения, я предподозреваю, что они хотят дойти до среднего течения Днепра, до одноименного города, захватить всю Донецкую область, Луганскую область, может быть, выйти к Харькову. Вот как-то так, чего-то такого хотят. И, встав-то, кстати, на подступах к Харькову и к Днепру, уже требовать от Украины капитуляцию. Вот чего-то такого хочет Владимир Путин. На этот год ресурсов, я думаю, для проведения наступательных боевых действий у него может и хватит, хотя уже что-то сомнительно это, но может быть и хватит. На следующий год уже точно их не будет. Это вот гарантированно, 100% не будет. И это касается не только людских ресурсов, это касается и техники военной. Помните, издание «Экономист» недавно выпустило большое расследование по российской технике, в котором сказал, что ее нет. Просто она тупо закончилась. Это касается и комплексов ПВО, и это касается, в том числе, конечно, экономики. Потому что в экономике российская ситуация становится, ну, просто аховая. И вот было недавно заседание правления Центрального банка, после которого была пресс-конференция. И на этой пресс-конференции глава Центрального банка России Эльвира Набиулина сказала, что экономика Российской Федерации, судя по всему, в ближайшее время накроется буквально медным тазом.